Когда я вырасту, буду жить долго и счастливо. Не будешь! Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Мирская жизнь, долго и счастливо, в раю будешь жить. Скажите, иншаллах, если пожелает Аллах. А в этом мире, если будешь искать долго и счастливо, разочаруешься. Вот говорю тебе, многие люди разрушают весь свой брак с первого дня, потому что их ожидания завышены. Ожидают того, ожидают сего. И из-за завышенных ожиданий, мужчина или девушка не получают того, что ожидали, всех этих вещей. А многие люди думают, что потому что их мама, вам говорю, парни, то, что ваша мама все для вас делала. Заправляла постель за вас, стирала одежду, гладила ее, или сестра гладила вашу одежду. Тебе никогда не нужно было готовить, стирать. Ты просто-напросто жил на всем готовом. Тебе не приходилось ни о чем заботиться. Но это не значит, что тебе нужно ожидать от жены, что она волшебным образом станет как мама. То же самое и вы, сестры. Не надо ожидать от мужа. А у меня брат вот так делал, папа вот так делал, а ты ни о чем. Зачем? Зачем так? Он не твой брат, он не твой отец. Занись свои ожидания. Он другой человек, другой индивидуум. И ты другой человек. Так что друг друга воспринимайте как есть. Вы можете мне сказать, мол, а чего тогда нам ожидать от человека? Надо ожидать всего несколько вещей. Перед тем, как начну, хочу вас спросить. Те, кто уже женат, поднимите руки. И те из вас, кто хочет жениться, поднимите руки. О боже, а остальные тогда зачем пришли? О боже, не вижу, чтоб все подняли. Некоторые такие, типа, не знаю. Да так просто посмотреть пришел. Каково это вообще? Я вам скажу вот что. Вот люди на самом деле думают, что брак это суперсложно, потому что все эти замужние и женатые люди мучаются. Знаете что? У вас неправильная информация. Любой человек, который живет с кем-то, будучи в близких отношениях, испытывает те же проблемы, что и в браке. Поймите это. Люди, которые друг с другом встречаются, которые сожительствуют вместе, живут друг с другом, как партнеры, будучи неженатыми, они испытывают те же самые проблемы, как и люди в браке. Даже еще хуже. Потому что брак что делает? Он вас объединяет. Накладывает на каждого из вас ответственность. Мусульмане помнят о Всевышнем Аллахе, который воскресит тебя в судный день. И спросят за то, что ты должен был делать, но не делал. И за то, что ты делал, хотя не должен был. За это все мы будем отвечать перед Всевышним Аллахом. И это понимание сильно защищает брак. Так что я прошу вас, пожалуйста, женитесь пораньше. Чем раньше, тем лучше. И когда я говорю «чем раньше, тем лучше», надо учитывать и психологический возраст. А то вот так бывает. На молодежь смотришь иной раз, а там такое несоответствие. Причисто Аллах. Вот внешне человек выглядит лет ему, допустим, 18. А разговаривает Маша Аллах, как человек примерно лет на 25. Психический возраст 25-30, а физический возраст 18. А иной раз, к сожалению, бывает так, что человеку по факту 25, а психический возраст 20. И думаешь «О Боже! Если я женюсь на таком человеке, как ты, причисто Аллах, с ребенком буду жить?» Как с ребенком. Педофилом меня будут называть, причисто Великий Аллах. То есть психический возраст на самом деле очень важен. Некоторые готовы к браку, некоторые нет. Но знаете что? Вы узнаете, когда будете готовы к браку. Вот я вам об очень важном моменте скажу. Мне правда очень жаль вас, тех, кто учится в колледже или университете, и не может жениться. И причина, почему вы жениться не можете, не потому что физически не готовы. Нет, вы готовы. Но дело в ваших родителях, в обществе, в котором вы живете. Они вам это усложняют. Мне правда жаль вас. Вот в универах парни учатся, и они мечутся туда-сюда, пытаются мачо из себя гнуть, привлечь девушек. Понимаете, о чем я, да? Брат такой, та сестра нуждается, чтоб я наставил ее на истину. Надо наставление сделать ей. Эта сестра не носит хиджаб. Она нуждается в моем наставлении. Я объясню ей, она начнет хиджаб носить, начнет соблюдать ислам, замуж за меня выйдет, и мы будем жить долго и счастливо. А че бы тебе братьев не наставлять? Как насчет них? Нет, нет. А насчет других сестер? Нет, нет, она. А потом он другой сестре наставление делает. Друг друга они наставляют. Понимаете, да? Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.